Всем привет, комбатанты! С вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile, и сегодня мы откроем тот самый набор воинфракций, который я набил с помощью бага. Если вы видели предыдущий ролик, то вы знаете, о чем идет речь, какой баг я продемонстрировал, и за счет какого бага мы накопили целых 17 миллионов за буквально там 5 минут, может даже меньше очков воинфракций. Тем самым, конечно же, я заполучил набор за великого мастера, по-моему, да, если я не ошибаюсь, и его как раз-таки в этом ролике мы откроем и посмотрим, что же мне выпадет, что же эти вот багаюзерские награды выдают-то нам, глянем прямо в этом видосе. Поэтому давайте перейдем в сам ролик, поехали! Сайт gamegold.ru, души и аккаунты по игре Mortal Kombat Mobile по самым низким ценам и быстрой доставке, ссылка в описании под этим роликом. Но для начала я открою на обычном своем, конечно же, аккаунте набор, потому что все-таки нужно показать вам аккаунт честного игрока, который набил всего 4 миллиона очков воинфракций. Здесь всего-то 4 миллиона кунаев было, 4 с лишним, 4 миллиона 500 тысяч. Но этого я считаю, что будет вполне достаточно, чтобы, конечно же, вам продемонстрировать вот этот вот сезон, сезон воинфракций. Давайте нажмем на него и, конечно же, глянем, что же мне выпадет. Открываем первый набор, смотрим сразу же. Ну, первые и последние на этом Акичи, потому что здесь больше наборов нет. 300 N-Metal и посмотрим... Ой, 300 N-Metal, каких N-Metal? Рубинов. 300 N-Metal, ну да, Injustice в моей голове до сих пор. 30 тысяч монет. Я, кстати, вижу уголок, а прикиньте, если здесь награда будет лучше, нежели чем в награде за великого мастера. 60 душ. Пожиратель душ. Шан Цун. Далее. Следующий набор у нас. Член клана Черного Дракона. Отец Джакс Брикс. Потом у нас маска гладиатора. Необычный боевой дробовик. Связанный демон. Так, интересно. Прокачиваем, кстати, связанного демона до пятого слияния. Классная экипировка. Все-таки, блин, экипа с зарядом силы мне всегда нравится. Вот любая экипа с бонусом к заряду силы, это просто топ. И последняя карточка, которая мне выпадает, это... А, старший Бокенши. Блин, а мне что-то казалось, это все-таки будет алмазная какая-нибудь карточка. Но нет, это карта старшего бога Кенши. Мех, не то, что я хотел видеть. 60 душ мне еще падает сверху. И того у меня будет в скором времени практически 3000 душ. Кстати, ребят, если хотите, чтобы я открыл именно на этом аккаунте набор женщины-ниндзя, давайте наберем здесь как можно больше лайков под этим роликом. И я обязательно открою этот набор. Мы откроем 6 наборов, получается, судя по моим душам. И выбьем, возможно, отсюда какую-нибудь крутейшую алмазную карточку. Говорят, отсюда джейд сыпется чуть ли не каждый набор. Если это правда, мы это проверим. Кстати, ребят, я не запускал игру, на самом деле, когда предыдущий раз, получается, я записал вот ролик с багом. Я больше игру не запускал, поэтому хотелось бы даже проверить и посмотреть, работает ли она. Да, она работает, с ней все в порядке, как вы видите. Баг я продемонстрировал. Баг работает. И вроде пока аккаунт живой, с ним все в порядке. Поэтому все замечательно. Ну и, конечно же, здесь именно помните тогда, в тот самый момент, когда я набивал режим Выживший. Именно вот здесь вот, в фатальной битве. Здесь Люкан, Круга Тени, до сих пор Женни Кейдж, Ударная Группа и Соня Блэйд стоят. По загрузкам, если кто-то хочет посмотреть, у меня предустановок нету. Потому что я на всякий пожарный их убрал, чтобы не было 50 одинаковых предустановок, сами понимаете. Ну и, конечно же, здесь мы откроем прямо сейчас еще один набор, который мне выдан будет. Вот я не помню, я 17 миллионов кунаев набил. Скорее всего, это будет Великий Мастер. Давайте откроем и посмотрим. Принимаем данный набор. Блин, это так шикарно. Я давно именно с таких высоких наград набора не открывал. Сто лет такого не было. Поэтому для меня это, конечно же, вау. Это вау, 500 крылавых рубинов. Это жесть. 500 крылавых рубинов за 10 минут. 40 тысяч монет за 10 минут. 100 душ за 10 минут. О, нет. Это круто. Это слишком круто. Отец Джонни Кейдж. Мне выпадает. Это следующий персонаж. Так, мы забираем его. Далее мне выпадает мастерство чакры. Никогда, кстати, не видел после того, как появились вот эти вот режимы. Все выжившего набора за великого мастера. Ни разу не открывал. Максимально мой набор был за чемпиона. За чемпиона это максимум, что я открывал. Дальше мне доходить не получалось. Поэтому сейчас то, что я делаю, это, наверное, что-то очень-очень крутое. Так как это будет единожды. Я даже уголок в конце вижу. У меня еще этой карты на этом аккаунте нету. Эликсир души. Так. Топор палача. Все ближе и ближе подходим к той самой награде. Кольцо из кровавика мне выпадает. Далее. Боевой дробовик. Это отлично даже. Перчатки Фредди Крюгера прокачены, к сожалению. Извините, перчатки. Маска элементаря земли. Тоже прокачена. Далее. Киберрука тоже прокачена. И вот она карточка. Как вы думаете, кто здесь будет? Алмазка, не алмазка? Может, Смоу классика выпадет? Кто здесь? Черный Дракон Тремор. Но здесь алмазная карта. Нет, ну понятное дело, когда ты такие наборы открываешь, тебе, чтобы алмазки не выпадали, это еще надо постараться. Мне кажется, блин, чувакам, которые юзают этот баг, им очень сильно везет. Ну, с этих наборов им постоянно везет. Это вот. Ну, вы посмотрите просто. Это вот чисто с одного набора. Некоторые там какие-то баги юзают на, получается, башне, этой, Эденийской башне, на башне Серай Рю. Вот здесь без багов достаточно неплохие награды. И 100 душ, и 500 рубинов кровавых, и алмазная карта, и 40 тысяч монет. Все это имеется без какого-либо, по факту, бага, но с использованием бага. Я даже не знаю, как правильнее выразиться в этом смысле. И вот она, вот она шикарная награда. Вот какую награду я хочу получать из режима воинфракции, когда я играю. Потому что она прям очень топовая. Это прям классно. И у меня уже 1150 кровавых рубинов сразу же. По сезонным наградам я, получается, был на... Какой награде? Сейчас глянем. Великий мастер, да? А нет, не великий мастер. Я просто на мастере был. Я просто был на мастере. Я даже не добил великого мастера. Хм. Блин, это заявочка как будто бы. Это как будто бы заявочка. Здесь, кстати, выпадение алмазной карты с шансом 10%. Стоп, это... Где 10% назад? Это на великом мастере. А на мастере какой шанс был? Тоже 10%. А, 9% на алмазку был. Я с шансом 9% выбил алмазную карту. О, так это вообще неплохо тогда. Я просто думал, у меня шансов больше будет. А тут оказывается, вот оно что. А если легенду набивать, то что получится? Легенду, легенду, легенду. То тут 20% шансы на алмазку. И здесь единственное, что может классический смоук вам выпасть. Поэтому... Ну, легенду набить, конечно, это было бы очень-очень круто. Естественно, естественно. При желании, при желании я это могу сделать. Но я не хочу рисковать данным аккаунтом. Потому что этот аккаунт, он хоть и у меня и довольно-таки такой прям шикарненький, шикарненький. Но все же рисковать мне не особо хочется. У меня здесь вот 5.0. У меня, кстати, на моем сейчас iOS аккаунте рейдонов 3 штуки с 5.0. Потому что у меня есть еще рейды на МК-11 на этом аккаунте. А на андроиде у меня даже рейды на МК-11 нет. Вы понимаете, здесь есть у меня маска Дромина 10-го слияния. Но при этом нету какого-нибудь рейда на МК-11. У меня здесь вообще практически персонажей МК-11 нету. Потому что уже к тому моменту я на iOS перешел. И на андроиде я очень редко играл. Но по коллекции, по коллекции, если здесь смотреть, то у меня прям очень много персонажей. Очень крутых персонажей. Почти все 10-го слияния. Тут, ну, не почти все, но много. Много персонажей, которые до 10-го слияния прокачаны. Ну и много, которые до 8-го, 7-го. Там, в принципе, вот Джейд Ассасин 6-го слияния. Тоже достаточно-таки здесь неплохая такая коллекция. Фредди Крюгер 5-го. Рептилия, Рейден. Потом Гор классический. Эрн Блэк. Но я на нем очень редко играл в последнее время. Поэтому так и получается. У меня Люкан здесь на iOS уже 3-го слияния, когда здесь только 2-го классика. Поэтому, да. Да-да-да-да. Здесь, конечно, карточек хотелось бы в разы, чтобы больше было. В разы больше карточек. У меня как раз-таки, кстати, Скорпиона, по-моему, МК-11 нет. Есть Шансун, есть Рейн, МК-11. У меня Люкана, Скорпиона, Нуба Сайбота, Терминатор. Нуба Сайбота, кстати, ни разу не выпадал из режима воинфракций. Скарлетт, Скарлетт, Рейден, Терминатор, Кожаное Лицо, Рейн и Каббл. Кстати, Кожаное Лицо Ужаса. У меня ни разу не выпадал из этого Акича. Это очень странно, кстати. Мне казалось, что хотя бы один персонаж, но все-таки будет. Ну и также давайте посмотрим башню. Я здесь на каком? На первом? Да, на первой битве нахожусь. Но я здесь не играю, очень редко. Надо бы попробовать поиграть немного. Может даже какой-нибудь определенный контент запилить для вас. Ну, именно на этом аккаунте. Но пока я вот как-то так вот посмотрел. Мне, в принципе, все понравилось. Интересно смотрится. Награду топовую получили. Если вы не видели баг, то посмотрите. И еще раз посмотрите его. Вот такой вот, ребят, ролик получился. Да, ролик достаточно быстрый. Но здесь просто я хотел продемонстрировать, что можно заполучить. Используя, конечно же, вот эту вот читерскую тему. Прям очень-очень дико читерскую. Маска Дромина прям очень хорошо выдает награды. И, конечно же, спокойно можно даже на легенду было зайти. Почему я об этом не подумал и сразу же не стал этого делать. За один бы раз дошел бы до легенды. Открыл бы набор за легенду. Это было бы, возможно, даже в разы интереснее. Но рисковать снова использовать его я почему-то не хочу. Кто знает, что может произойти буквально через 5-6 дней, через неделю. Возможно, возьмут и закроют эту лавочку. Без понятия. Не ясно пока что. Но в любом случае, всем огромнейшее спасибо, ребят, за просмотр. Если вам понравился данный ролик, то подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.